ну вот и все занавес нет ну понятно у нового парфюма со странным кириллическим названием французского низшего бренда еще все впереди ему только предстоит завоевывать мировые рынки начиная с родного украинского и нескольких бутиков франсуа в париже лондоне дубае далее шаг за шагом распространяясь по странам континентам но это уже вопросы бизнеса и маркетинга творческий же полуторагодичный проект под названием вона завершён логически завершён рождением одноименного аромата и выходом одноименного фильма процессе его создания и то и другое мы уже благополучно вынесли на ваш высокий суд тут добавить нечего однако все же есть кое-что о чем хотелось бы сказать на определенном этапе проекту подключились новые герои правильнее сказать героинь и факт этот существенно повлиял на результат стали ли эти современные украинки любители высокой парфюмерии музами вновь созданного аромата и да и нет потому что да мы были сильно вдохновлены личностью и обаянием каждой героини потому что нет написатель факторный портрет конкретных людей такой задачи не стояло скорее они выступили экспертами хорошо владеющими вопросом изнутри мы просто общались держав уши и души открытыми я искренне признателен нашим друзьям за их участие и эти не вошедшие фильм но важные боковые сюжетные линии наш скромный своеобразный трибют каждый из них и так и на а 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 у нормального человека по-другому наверное как-то я могу с в метро ехать и у меня вдруг что-то возникает и я начинаю подглядывать жизни я говорю подглядывайте жизни не всегда есть ответ на ваш вопрос вот у вас что-то не прет в работе не не понимаешь как это сделать тебе вселенная обязательно подбросит только ты будь готова это увидеть не все же видят как два голубя и одна ворона выясняет отношения никто на это внимание не обратить нормальный человек а ты приходишь в парке ты вдруг какие-то тут отношения не выясняются кого-то надо знаешь какой-то принцип сэндвича да сначала похвалить даже если особо не за что сначала похвалить сказать что это очень трудно то что ты сейчас делаешь давай попробуем просто это сделать я знаю что это очень трудно я давно в этом живу я понимаю как это трудно потом какой-то кусок мяса такой что ты не напрягаешься ты не хочешь ты не затрачиваешь себя и потом опять сверху ты молодец я люблю зиму потому что чисто и очень жду когда у меня картинка за окном будет с первым снегом у меня такая я люблю это время я очень люблю осень потому что я очень люблю ходить в мариинском по вот этой листве которая в день рождения 17 лет я пришла в этот парк первый раз я в день рождения в любую погоду она очень разная бывает осень вообще непредсказуемая она бывает очень жаркая этот день да вот мой день 31 октября он бывает либо очень жарким либо очень холодным либо с дождем с ливнем вот за эти годы уже разные было я люблю весну потому что я понимаю что сейчас сейчас вот 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 да все откроется даже вслякать люблю потому что у меня хорошие ботинки я люблю мартинсоны да я обожаю мартинсоны я люблю лето потому что мне жарко потому что мне свободно потому что я ничем не ну как-то все любишь ну вообще очень нравится жить ну я не воспитана ну какой в кривом руке опера какая опера я балет смотрела вот для меня телевизор и балет я могла просиживать часа я уроки делала под балет я до первого раза в жизни в Киев приехала поступила в институт я пошла в оперный на верхушку взяла билет я смотрела первый балет в жизни Жизель мне было комфортно если она рыдалась уже знаешь но я зато это видела в живом всегда впечатляет не просто музыка да сама по себе я очень я очень люблю когда тело двигается вот когда тело движется в музыку для меня это какая-то для меня тогда объем есть знаешь а вообще преклоняюсь перед людьми которые телом владеть так умеют которые так чувствуют музыку если бы я может быть училась если бы что-то было в кривом руке если бы я как-то в этом смысле развивалась может быть но я была очень полная мне как-то 82 килограмма в 17 лет и я была очень 17 лет да 82 я поняла что если я себя не приведу в порядок внешне никому не интересно я сидела в углу первый курс вообще там все такие из львова все такие гоноролы на все а тут 16 лет им по 18 это же разница какая 16-18 это и все на втором курсе 52 килограмма 62 килограмма весила 20 килограмм за год сбросила просто потому что захотелось две пары танца две пары сцены движения две пары фехтования и минус булочки и как-то все ограничилось я просто не ела булочек 20 лет пришла в театр работать меня не впускали говорят студия не работает или не студия актриса я не знала театра я не понимала что такое театр мне не был интересен театр потому что я никогда его не видела и как-то особо не кино да мне нравилось кино этот фильм все фильмы про войну все это сиделось оплакивалась все все что происходило на экране мама всегда говорила доча все понарошку ну шо ж ты плачешь сказка гадкий утенок я к чему ты говоришь как ты из вот этого и вдруг я эту сказку гадкий утенок для меня это как моя это моя история жизни как я рыдала над этим гадким утенком я помню у меня видно в эмоциональной памяти осталось мне лет пять может быть было наверное ну как я сейчас понимаю да мама мне читала его я значит читать еще не умела я помню как меня эта история какое она на меня эмоциональное впечатление произвела именно потому что гадкий утенок и как ему было трудно из этого мира вырываться я сейчас опять вот эта слезливость такая она очень трудно прожить чужое тебе нужно все равно свою боль приоткрыть туда вложить и через эти слова этого персонажа да все свою боль отдать если оно тебе не болит оно ни рампу не перескочит ни экран не перескочит если тебе это не больно любой опыт какой-то в жизни да он всегда через боль какую-то происходит и любовь настоящая она тоже через боль происходит да иначе ну в комфортных условиях как-то то есть любовь без воли не бывает нет нет иначе ну что это это иногда чудеса вообще происходит какие-то вообще необъяснимая штука это какое-то как место чудо почему люди в зале плачут стоит артистка живая ну сейчас в 21 веке играет что-то там оттуда да эту корделью сидят рыдают над чем над гадким утенком да ну над чем это же сказка мультик это мультик гадкий утенок ну это же по наружке оно же по наружке а душу трогает как это так может быть кто умеет свою зону комфорта подвинуть и затратить себя затратить себя потому что ты каждый раз должен себя затрачивать техника актерская это совсем другое техника наживается как смоктуновский сказал что у хорошего артиста 100 штампов у плохого 10 просто должно оно же приходит в тысячном размере потому что в эту секунду ты здесь и этот я же не вижу зал да а эти люди кто в зале тысячу пар глаз на тебя смотрит тебе такая отдача идет что после спектакля да обычно тяжелый спектакль вот когда большие роли были да все и вроде как устал но у тебя такой кайф тебя на потому что тебя наполнили энергией наполнили морщины это другое ну вот внутри все равно важно внутри морщины могут быть а то что глаза отдают совсем другое особенно женщин потому что актерский женский век он вообще короткий очень короткий и ролей в драматургии очень мало женских посмотри на все тем более возрастных ролей же очень мало молодых я наигралась вот любых пьес и советских авторов чего хочешь я пришла к богдану и скажу богдану 42 и я скажу и нулечка ты хорошо выглядишь ты шуйнусь я скажу ну я что знаю что мне 42 скажу а сэдэть анжелика за мною и вот сэбдяга и хустку я гусь замотать скажу а шо б ты хотела заиграть ну так а ну поэтому возраст актерский он тоже имеет значение хотя возраст это бестактность времени мне нравится это так говорить это какая-то мудрая женщина сказала возраста нет ты его не чувствуешь мы с тобой тоже об этом говорили возраст что он это цифра а что я говорю 52 и сама так это смешно но пока что мне смешно во всяком случае неприятно идите сюда можно я постою в настоящий поклонник да да спасибо это очень приятно